На площади Куйбышева начинают подготовку к параду памяти. Будет установлено несколько трибун для гостей. В день шествия рядом с площадью будет ограничено движение транспорта, но при этом увеличат количество транспорта общественного. Эти вопросы подготовки обсуждали на совещании в городской администрации под руководством исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова. Говорили также и о сопровождающих мероприятиях. Пройдет несколько акций для участников Великой Отечественной войны и семей участников СВО. Множество тематических встреч состоится в учреждениях культуры. Кроме того, проведут традиционные патриотические акции в школах, а 17 отрядов кадетов и юнормейцев сами станут участниками парада. Понимаем, что основная задача наша о том, чтобы об этом важном событии знал каждый ученик города Самары о том, чтобы ценил это весомое мероприятие для жителей города. Обсудили и текущую работу по включению отопления в городе. На сегодняшний день все котельные в городе работают. На городскую горячую линию по вопросам подачи тепла с начала сезона поступило более полутора тысяч звонков. 99,9% обращений отработаны, остальные еще в работе. Исполняющий обязанности главы города Иван Носков поручил таким заявкам уделять приоритетное внимание и оперативно решать возникающие вопросы. У нас с вами вопрос по аварийности на сетях. Причем адреса, судя по всему, одни и те же. По крайней мере, с того, что я вижу. Дозапустить оставшиеся дома, составлять карту основных аварий соответственно владельцев сетей. Давайте срочно готовить программу. В следующем году должны как минимум это ликвидировать. Вот в этих местах нам нужно с вами в ближайшее время предоставить программу реконструкции сетей губернатору с адресным перечнем, с объемом средств. Еще один вопрос, который обсуждали на совещании. Подготовка служб благоустройства к работе в зимний период. Для очистки города от снега планируется привлечь до 540 единиц техники, в том числе собственной и дополнительно привлеченной в рамках дополнительных контрактов с различными предприятиями. Сейчас 62% техники подготовлены к работе, остальные задействованы в текущей работе по уборке. Также по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в городе разработают меры для привлечения людей на работу на должности механизаторов и дворников, чтобы полностью покрыть необходимость в кадровом обеспечении. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События.